Всем привет, друзья! Хочу показать, как я снимаю фасочку на кирпиче. Для этого я сделал вот такой вот станочек. Или приспособление, не знаю как сказать. В общем, что-то подобное нашел я в интернете. Так что не буду я себе ордена вешать. Один печник сделал такое приспособление. У него немножко по-другому я на свой лад сделал. В общем, сначала изначально сделал вот эту платформу выше. Потом мне не понравилось, начал пилить. Торчал только кончик диска. Он гуляет, в общем, не то. Пришлось срезать вот этот уголок. Уменьшать все это дело. Так, саму болгарку закрепил. Снизу вот тут вот болт идет. Снизу крепление. И вот отсюда крепление. Размеры этого станочка. Вот, пожалуйста, здесь вот. 35 сантиметров. Это вот этот большой уголок. Эти сделал побольше. 55. Ширина всей конструкции 40 сантиметров. Сама платформочка 18 сантиметров. Можно, конечно, больше сделать. Чуть больше. Это только будет лучше. Здесь попросверливал отверстие, чтобы можно было бы закрепиться к столу, допустим. Сейчас покажу, как на деле он снимает фасочку. Но для начала я обычной болгаркой, вот болгарочкой и вот с таким диском подравниваю плоскость. Потому что есть вот такие вот наплывчики на кирпиче. Вот я их снимаю, вот эти вот наплывчики все. А потом уже на вотом станочке я прогоняю. Некоторые кирпич мне нужно прогнать с двух сторон. У него лицевая сторона только одна в этом кирпиче. Ну вот вторую немножко шлифую, чтобы более-менее такой вид был нормальный. Ну что, сейчас буду снимать фаску. Так, ну что, эти края я все прогнал. Вот единственное плохо, что тычок придется вручную проходить. Не предусмотрено тут так. Проводить можно вот таким напильником. для плитки. Вот так вот. Единственное, мне не нравится, что именно в полукруглом вот этом фаску снимает больше. А вот в этих меньше. Но уже как-то буду приспосабливаться. Вот так вот с фасочкой будет смотреться. Прикладки. Думаю, поинтереснее будет. Вот эти черные края потом немножко напильником подделаю. Ну вот так вот. Вот и все. Буду заканчивать ролик. Думаю, вы догадались, чем я буду заниматься в ближайшее время. Ну все. Всем пока. До нового видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова